Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рад, что вы сегодня нашли время оторвать себя от ваших важных и нужных дел и прийти на концерт офицера запаса, у которого 5 детей, младшему 1,5 года, старший 26 лет. Ну и что еще самое хорошее в жизни? Это вот 13 раз на Эду сходил с этим замечательным молодым человеком, который в уголочке сидит. Похлопьте его, пожалуйста. Вот. 13 раз Эдбурс меня отпустил на свою вершину. Ну, конечно, благодаря тому, что нас поддерживал сам Борисович, капитан 1-й рамки. Аплодисменты. Благодаря которому программу «Армейский магазин» крутят на Первом канале, благодаря которому Первый канал, который уже десятилетия пользуется такой популярностью среди селения Российской Федерации. Аплодисменты. Борисович, я ничего не перепутал, правильно? Вот. Но на самом деле, говоря серьезно, сегодня у нас, дорогие друзья, 11 сентября и ровно 70 лет назад наша с вами Великая Родина в очередной раз выдержала удар самой сильной армии мира, которая пришла на нашу землю 22 июня 41-го года в составе объединенного войска 25 государств с населением 400 миллионов человек, которыми руководила лучшая армия мира, возглавляемая великими офицерами и генералами Манштейном, Лейбом, Ростеттом, Деньцем, Гудерианом, которые знали об армии и войне все и умеют в этой жизни все, которые проткнули как масло страну Польшу за две недели, которые прошли Францию, а французская армия превосходила вермахт по количеству и по качеству своего вооружения. В 1933 году у немцев на вооружении было 500 танков с противопульной броней и один от этого. Представляете, через 8 лет всего, вот, это еще раз к вопросу о том, что было вначале, слово или дело, да, слово или тело. Все-таки дух первичен, все-таки, дорогие друзья. И вот эта потрясающая совершенно военная машина, которая воевала с 9 и до 8 часов вечера, которую кормили, поели все объединенные нации, прекрасные страны Европы, дружественная Болгария, в коалицию входила дружественная Чехословатия, все немецкие бренд-транспортеры Ганамо делались в Чехословатии, вы знаете. И прочие дружественные страны, Румыния, Венгрия, которые кормили, поели, одевали, обували. Вот эту замечательную армию. Она была небольшая по численности, но очень эффективнее. За 3,5 месяца войны, с 22 июня 1941 года, по, вы помните, 16 октября, какая дата есть, красная линия, когда из Москвы бросился народ лежать. Вот за это время в плен попало 3,5 миллиона бойцов и командиров Красной Армии, полтора миллиона было убито и ранено, 28 тысяч танков, которыми обладала Красная Армия, были уничтожены. В день, первые 4 месяца войны, Красная Армия теряла 255 танков в день. Каждый час 10 машин. 58 тысяч орудий, от которых ничего практически не осталось, миллиарды патронов, тонны, сотни тонн бензина, карты сделали наши, наши сделали карту на всю европейскую территорию СССР. И эти карты все достались полностью немцам. Когда немцы их захватили, они с удивлением их рассматривали и сказали, что бумага для этих карты лучше, чем бумага для немецких марок. Но начавшись в Бресте, война закончилась в Берлине. Это главное чудо нашего с вами бодия, дорогие друзья. Потому что мы должны были, конечно, проиграть, мы должны были сегодня говорить на другом языке, думать на другом, и вообще жить как-то не так, как мы сегодня живем. Но душа людей, которые жили 70 лет назад на этой территории, оказалась сильнее, тверже и в чем-то умнее, чем душа наций, которые принадлежали Гейны, Бетховен, Вагнер, Шидер. Сильней и правильней до того времени. Уходит на запад, дорога прямая, все-все повороты российской судьбы. 9 мая, 9 мая, 9 мая, похоже на небо, но все-таки были. 9 мая, 9 мая, похоже на небо, но все-таки были. А в небе струятся густые гуаши, и запахи лета летят над водой, и смотрят оттуда дивизии наших веселых, красивых и юных дедов. Они, мистер Шмидты, винтами мочили, и провод в зубах, Перед смертью зажав, они научили, весь мир научили, Себя уважать и страну уважать. Они научили, весь мир научили, Себя уважать и страну уважать. Лишенные смертью последнего права, По заднице звонко нашлепывать нас, А мы потихоньку меняем их славу На тапке китайцев с клеймом «Адидас». А мы потихоньку меняем их славу На тапке китайцев с клеймом «Адидас». Уходит на запад, дорога прямая, Сквозь все повороты российской судьбы. 9 мая, 9 мая, похоже на небо, Но все-таки были, и пусть эта мысль Там кого-то тревожит, пока сохранится Хоть капля пути, но этой дорогой Когда-нибудь все же, когда-нибудь все же Но сможем пройти. Мы этой дорогой когда-нибудь все же, Когда-нибудь все же сумеем пройти. Сумеем пройти. 9 мая. Главным действующим лицом Сегодняшнего концерта будет вот этот тракт Танк Т-34, сделанный, правда, после Великой Отечественной войны, Но, тем не менее, настоящий Т-34-шный тракт. И вот этот танк Т-34-76, который был сделан тиражом 44 тысячи экземпляров, а всего их сделали 58 тысяч экземпляров. Т-34. Последняя Т-34 воевала в Югославии. С объединенными войсками пиндосов. Достаточно успешно воевала. Вот. И вот эта замечательная машина, которая стала символом. Одним из символов нашей с вами жизни, нашей с вами души. Она маленькая, она дешевая. Пантера стоила 25-34. Из-за этого немцы в войну, кстати, проиграли. В том числе. Вот. Но по боевой эффективности Т-34-85 был чуть-чуть лучше, чем Пантера. Несмотря и вопреки. А начать я хочу традиционно с песни, посвященной нам с вами, жителям города Москвы. Вот. Я же чуть-чуть добавил. Не очень громко, нет? Слышно меня нормально? Видно нормально меня? Вот. Я уже начал говорить про то, что 16 октября 1941 года, это такая красная черта в жизни Москвы, когда впервые за всю историю, в 70 лет, 77 лет московского метрополитена было. Вот. И единственный раз он остановился 16 октября 1941 года. Когда по пустым улицам Москвы цокали патрули, милицейские, которые не останавливали людей, которые бежали с мешками, они просто стреляли в них. Я читал воспоминания девушки, которые, девочки, жившие тогда в Москве. Она говорит, что мы пришли в Москву, в трамвайи ходили, увидели, что стоят открытые магазины с разбежными степлами. Из них бежит народ тащит мешки с чем-то. Вот выезжает сбоку три милиционера на лошадях, встает в наган и начинает шарашивать. Прямо без пятых выстрелов, придите, просто стреляют и все. Вот. И по гулким улицам Москвы раздавался топот. Марш ополчения, которое шло на фронт. Оставшиеся люди, оставшиеся мужчины и женщины нашей столицы. 4 миллиона человек жило в Москве, 800 тысяч ушло в ополчение. Каждые пятые москвичи москвичи. Об этом, к сожалению, почему-то сейчас не принято говорить. Вот. Но это именно так. И река в московском ополчении 1941 года, вот это прекрасный, совершенно тусовки, как сейчас говорят, Елировский, Цветаева, Мандельштам и люди, которые были рядом с ними, которые их помнили. Вот. И потом их потихоньку стали заменять, те, кто остался в живых после котлов операции «Тайфун», из-под Зубцова, из-под Ржева, из-под Вязьмы. Вот. Но дивизии народного ополчения, мы два года назад ездили в Ельню, они гибли целыми батальонами. Буквально за 15-20 минут. Потому что воевать особо не умели. Героизма было много. А время было простое. А потомов у немцев было очень много. Под листопадом перешепот палевый, под осенью волшебной торжества уходит на войну Москва. Цветаева и уходит по Стернаково Москва. И репины идут, и гелерусские, торжественный в немилый строй. И затихают улицы московские, наполнив ожидаем воздух свой. Уходят и строки, и опоясаны, веселые, смешные чудаки. И затихают тополи, и ясени, и двери, и травмы. И двойные звонки уходят неуемные и скромные. Все, получивши звание солдат. Ведь сказано, встала страна огромная, сановая причистенка Арбат. Уходят не за званием, не за славою, а потому что стало нелегко. Уходит Огранович с огутшавою. Ван Шентин дал на тости Михалков. Ведь те, кто были прежде в перемирии, сил не хватило, веры и люма. Ведь против них сегодня Гетет Шиллером и Вагнер, и Петховен, и Ремарк. Идут волоколамками, таганками, Бемоль сансквит и римские права. И будут их давить подвязь маританками, И в контратаках шмайсером и рвать. И мерзлая земля, взрывов мятая, Примет творческие них пути. Идут, но все же в мае 45-го Берлину в ополчение пойти. Дорогие друзья, я извиняюсь, у меня есть, у нас есть традиции, вы знаете, у военных, у нас есть традиции третий вопрос. Я прошу встать и помолчать пять секунд в памяти воинов Великой Отечественной войны. Папа, попали встать на шестернике, дедушек. Спасибо, садитесь, пожалуйста. ДТ-4-76, потрясающая машина. Дизель, который придумал единицы, сделан из алюминия. Запас хода по топливу 500 км, у Т-4 143 км. Солярка, которая, ну, вроде бы плохо горит, хотя, как оказалось впоследствии, хорошо. Наклоны броня, которые выдерживают все, что в нее стреляло на тот момент. Мощная пушка, которая поражала все немецкие танки в лоб с любого расстояния. Вот, но Пантера пробивала Т-34-76 в лоб расстояние 1500 метров, а Т-34-76 Пантера пробивала в борт расстояние 300 метров, до которого надо было еще доехать. Вот, а Т-34-85, более-менее, уже начал воевать против них нормально. Но душа наших танкистов была сильнее, чем все эти замечательные особенности. У американцев, у англичан был танк Матильда, танк непосредственной поддержки пехоты. Пушка в 57 мм и противопульная броня. Они вообще танков его не считали, но наши предки воевали на этих танках и побеждали. Следующая часть моего концерта посвящается главному событию 2013 года, дорогие друзья, это 70-летие битвы под Коском. Вот, когда все все знали, немцы готовились нанести удар по нашим, наши это все знали заранее. Немцы знали, что наши это все знают, но они надеялись на особенности своих прекрасных боевых машин, на то, что немецкий солдат продолжал оставаться лучшим солдатом, вот, мировым, одним из лучших мировых солдат. Ну, и получилось то, что получилось. Перед боем. Броня крюка, и танки словно ветры, и старшина налил нам от души. Да немец бьет нас в лоб с двух километров, а нам его лишь матом в лоб прошить. И новой краской зеленеют танки. Комбат-апорт за Сталина несет. Вот только жаль от вражеской балбанки, нас никакая надпись не спасет. Вы взглядом нас, ребята, проводите, что причини, давил на все нас сто. Не бритый черт, механик, свет, водитель, наш бог, отец, бог, сын и дух святой. И чтоб наводчик дьяволу по глазу вертел быстрей свои маховики. И по машинам вражески мне мазал всем героизмом нашим вопреки. И из-за тати выйти незадетым. А немца, коль не задрожит рука, коль попадет, так чтобы рикошетом, а коль пробьет, так сразу, чтобы в БК. Ну вот и все, за грохотами трати, и лесокрай охутался огнем. А тот, кто будет жив после отдати, пусть остальных из кружки поменет. Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужеством полны. В строю стоят советские танкисты своей отчизны. Верные сыны, верные сыны, верные сыны. Отец моего друга воевал в бригаде прорывов на танке КВ. В начале войны танк КВ был совершенно научительный. Неубиваемые машины, они выходили из боя, имея по 120-150 отметок от немецких нарядов на броне. Они лучшие танкисты Второй мировой войны, кто знает? Наверное, никто. Зиновик Лобанов. Да, за полтора часа спалил 22 немецких танка. Я думаю, что это круче, чем Витмин. Если бы он продолжил воевать, вот в том же самом. Ну и, конечно, Дмитрий Лаврененко, вы знаете, да, который за два с половиной месяца 52 машины сжег и погиб случайно от немецкого оскока. Потому что Витмин, конечно, воевал два с половиной года, и его 264, насколько я помню, машины, которые он сбил, поразил. Это было сделано за гораздо больше промежуток времени, чем с нашим танкистом. Но я считаю, что эти люди должны, их должны знать ничуть не меньшее количество людей, чем людей, которые знают Покрышкина, Кожедова, Рокоссовского, Джокова и остальных героев этой великой войны. Отец моего друга воевал в бригаде Прорыв, воевали они бригадами по 45-50 машин. И вот он рассказывает, что два с половиной часа подготовка, 48 танков, у него в бригаде было по фронту 8 километров, глубину обороны противника, но надо было пройти 6 километров. После двух с половиной часовой подготовки до западной окраины села эти 6 километров дошли всего две машины. Танковая атака называется, песня. Красная одета Выдержи броня, пусть поможет либо дьявол, либо бог, чтоб под их калибры, и под старинок несет вам лица, ветер встречный, калибры вражеских стволов. Мы будем жить легко и вечно, нам только в это взять село. Из-за ближней хаты чей-то длинный ствол, ну давай, ребята, загаси его, все равно какой нет там в прицеле зверь, выстрел бронебойный разберет теперь. Хруст немецкой пушки сломанных костей, цифра на вертушке, счетчик скоростей, ты давай, зоопраза, в рычки играй, только ногу с газа обратно убирай. Мы удаленья пора ставим, а скорость ноты разберет, и тридцать тонн уральской стали летит вперед, летит вперед. И тридцать тонн уральской стали летит вперед, летит вперед. Трассеры стоят там, огненный клубок, вот кому-то рядом залепили вбок, полыхнула разом в небеса свеча, мы за вас, ребята, валим их сейчас. Тишина запела, с вонами в ушах, но еще летела на броне душа, на небе куаши, господа купе, вся бригада наша, пять машин теперь. А когда затихли взрывы и стрельба, и горела тихо ближняя изба, а над черной сушью выжженной травой тихо плыли души мертвых и живых, а в облаках поют куаши, а над рекой полос коржи. И это поле, слово наше, и мы с тобой смогли дожить. И это поле, слово наше, и мы с тобой смогли дожить. О чем думает человек, который танковый этап, но ни о чем он не думает. Он просто стоит перед ним, колет свою самокутку, смотрит, как в небо поднимается дымок, а сзади лопается краска на боевых машинах его товарища, с которыми 15 минут назад он на той вот на пушке леса стоял и готовился к катанию. Прохоровская беда — это когда три немецкие дивизии выяснили, что перед ними большая масса русских танков. Построили оборону, заминировали передний край, поставили пушки напрямую на округ. И утром 5-й гвардейская танковая армия начала на них уступление в лоб. Вот, и за день боя она потеряла по разным оценкам, там, от 300 до 330 боевых машин. В основном в атаку шли Т-34-76, вот такие вот танки. Вот, а немцы их встречали пантеры, 4 тигра всего было, насколько я знаю, там очень разные данные всякие. 20 пантер примерно, и в основном танки Т-4, у которых была длинная пушка, у которых был мощный снаряд. Он стрелял примерно на такой же дальности, как и наша пушка, но у которых был очень хороший цисовский прицел, который позволял с первого выстава попасть туда, куда я хочу. Вот, и все остальное, что характеризует немецкую технику. И поле боя, конечно, осталось за немцами в тот день, но, вы сами знаете, что Курская битва закончилась нашей победой, после которой немцы уже не могли проводить крупных наступательных операций. Эту песню я посвящаю светлой памяти танкистов, которые сгорали в своих болевых машинах, продолжали вести бой на раненые немецкие танки. И вот кто был в Прохорте, я был в Бергово, я видел, что осталось от двигателя Т-34 после того, как машина сгорела, то есть остался такой неровный кусок алюминия, из которого торчали поршни, кольца. Когда я прохожу мимо Спасской башни, смотрю на ее, бесконечные красные звезды, почему-то вспоминаю именно этот кусок обезображенного алюминия, благодаря которому мы сегодня говорим и думаем на русском языке. Вот и все. Остывая стволы И механик глотает из фляжки Между траками Глянет полы Мы сегодня Родились в рубашке И во рту Шелестящая медь Объясняет Мы живы с тобою Там кому-то Другому горит После этого Встречного боя Ах, как сладок Горящий табак Людям, выжившим в танковом тире Это общая наша судьба Под названием Т-34 Этот грохот Стоящий в ушах И наводчик от пороха серы Это общая наша душа Что насквозь пробивает пантера Траектория траков пройдет В неизвестность пожизненной глади А прославленный танковый взвод Догорает на клеве сзади Мы стоим На пушке вдвоем В люк вливается Небо гуаши Это поле С кострами на нем Наши все-таки Все-таки наше Мы в измятую кружку нальем Мы помянем Тамтистов пылавших Это поле С кострами на нем Сутра этого Все-таки наше Вот Т-4 Который воевал С нашими танцами Еще одна песня посвящения Которая посвящается Еще одному отцу моего друга Он воевал в ремонтной роде Замечательное подразделение В среднем наши все танки Побивали в три раза Вытаскивали их Ремонтировали И они опять шли в наступление Ну естественно Что никто не спрашивал Чем они питались Те, кто их ремонтировал Как они себя чувствуют А просто была боевая задача Которая была выполнена Эта задача выполнялась Во что бы то ни стало У этого человека У него Медали было всего две За всю войну Но у него была вот такая Стопка толщины Темно-коричневых грамот На которых было написано Там нарисованы были Красным цветом Много разных флагов Товарищ Сталин Товарищ Ленин Написано много разных слов Сверху было карандашом Приписано клинными буквами Его фамилии Вот Такой толщины Стопка была этих самых грамот Замечательных Вот То есть Вот их в основном Награждали подзятыми Знаете Это что такое Ну это богатомостно украсить На богатомостно украсить Ну это что такое Или, может быть, часть сорок Поднимать их всех придется Чистить, мыть и вытирать И не сможет в результате Починить к утру моторы Двадцать пятая бригада Чтоб на фрица наступать А фашист резерв подтянет Подвезет боеприпасы И во флам контратакой Сутричка засадит нам И гвардейская бригада Не ворвется в град Черкассы А будет всей своей массой Превращаться в битый хлам А с голодухи брюхо крутит А на морозе стынут пальцы А в голове щепечут птицы А по спине струится пот Но если посмотреть по сути Ведь если Леха не докрутит Ведь если Леха не доверит Победы не произойдет Ну а помнишь прошлый вторник И лесочек возле рейски Там, где немец оболняет жи С окружения выходил А у нас же две машины У которых сдохли свечки А их четыре самоходки И два тигра впереди Алексей Петрович Кошкин С тратическим резервом Потому как штаб-бригады Было некому спасать Из своей тридцать-бригады Из своей тридцать-четвертий тигр Сболезно рядом первым Несмотря на то, что в битву Выходил в одних трусах А дома сад А дома гуси И трактора Гутят за речкой И теплый ветер Дует щеку И спит котенок У крыльца Вот я вернусь Вот я доеду Спашу все грядки А ведь дусит Поправлю печь Срублю колодец Дожить бы только До конца Отвернул он наконец-то Эту бешеную гайку Починил засохший дизель И он завелся с полпинка И вперед пошла бригада И освободила город Проявив умение храбрость Как советские войска А танкистов наградили Всех медалью за отвагу А кумбригу соколу Догнали красную звезду Во всей ремонтной роте За отличную работу Сам главком товарищ Сталин Благодарность объявил Благодарность объявил Благодарность объявил Ну вообще вы знаете Что нормальный офицер Нормальный воин Нормальный вообще россиянин У него две главных качества Это терпение и оптимизм Вот и Когда я изучаю историю По разным книжкам Особенно я вам рекомендую То что пишет Артем Драктин Потрясающий совершенно книг Который называется Я дрался на запчетыре И там серия есть Этих книг Вот Я считаю что для нормального военного Оптимизм гораздо более важен Чем наличие сухого байка Вот мои догадки подтвердил Например Карен Микайлович Теревердеев Сын Микайлова Теревердеева Который вместо того Чтобы учиться в консерватории И быть каким-нибудь великим русским музыкантом Он пошел Спецназ групп Бегал по горам Диндукуша За бескрайними Толпами Абгарских душманов Значит ловил эти караваны Вот И когда я его однажды увидел на телевизор Как показывали спецназовцы Американских Он долго ругался Смысл его руку не сводился Примерно к следующему Что вот у них там Коврик Палатка Значит Подушка Сухой боек Значит И еще там множество всяких предметов Первый, второй, третий необходимости У нас, говорит Был огромный мешок В котором лежало вот столько патронов И вот столько еды Вот Но зато все свои бои Которые они там ввели Все свои воины Вот Этот цех тоже Курская дуга Вот Все свои воины Это вот то, что осталось от Т-34 После того, как детонировал боекомплект внутри История, которую я сейчас расскажу С помощью песни состоялась В 1943 году Тоже, когда один немец Значит На пантере Предложил нашему Дуэль Давай, говорит Выползай на своем железе Тебя бить сбоку никто не будет Вот давай Ты и я Что случилось в результате Вы, в общем, проявите в этой самой замечательной песне Вот Ну, нашему Нашу товарища спасло Значит, наш победил В конце концов Да, там, значит Есть несколько тонкостей Немцу на то, чтобы немец сел Немецкий офицер Сел на место механико-водителя Наводчика, прошу прощения А наш сел за ручей-ди механико-водителя Вот И Что было в результате Родовая история А нас позвали поиграться В стрельбе из танков по мишени А я пошел Простите, братцы Мне надо надавать по шее Ведь мы с тобой То сумели Чего на свете не бывает Тридцатьчетверка В самом деле Пантера в лоб Не пробивает А он ведь, гад, имел же право Кричать нам голосом победным Но на войне рябой шалает Быть слишком точным тоже вредно Он ударенья порастанил Болванкой бьющей на скаку И нам с тобою жить оставил Всего одиннадцать секунд Мы занялись любимым делом Встав утром с правильной ноги Он выбрал место за прицелом А я полез за рычаги Кто выживет, тот будет правым Свобода Просто хохочи И началась у нас забава Он лупит в лоб А мы молчим А надо мной смеясь летает В танкистском шлеме Святый дух А мне стрелок радист считает Ах, да одиннадцати вслух А я забыл, что нужно выжить Давлю руками рычаги А я все ближе, блин, все ближе Давай, Господь мне, помоги И вот не выдержали, гады Сыграло фринцеву очко И в тыл к себе полезли к гадам Не подставляться, чтоб бачку И хоть не пьяные хватило Фашисты за рулем ни-ни Кормою в яму угодили И встали на дыбы они А мы-то ехали молчали Чтоб пыл не тратить боевой И лбами об прицел стучали Забитым бронебойным стволом И мой репой коляновочек Мне матом схрипнул о любви И через полсекунды точно На спуск ногой надавил И заиграл на радость сразу Перетехнический эффект Поскольку в той пантере сразу Сорвался весь боекомплект И мне строгачком Бриг Денисов Влупил за эти чудеса Но в наградной ближайший список Наш славный экипаж вписал Ну вот и все, простите, братцы Что слишком долг был рассказ Но я уверен, без амфации Он интересен был для вас Ладони стер красивый выстрел Такой вот необычный бой Давай, братишка, за танкистов Что круче техники любой Давай, братишка, за танкистов Что круче техники любой Вообще удивительная машина Т-34-76 Мне посчастливилось мне посидеть немножко Один танк Проезжал в болоте 60 лет В 1942 году Еще один подвиг, дорогие друзья Нашего народа, о котором мало говорят Его руководство Главная задача начального периода войны Была не отстоять территорию немцев А успеть перевести танковые заводы Или все остальные оборонные заводы На восток Чтобы было потом чем воевать И эту задачу наши предки выполнили А начало 1942 года Единственный завод всего выпускал танки Сталинградский тракторный завод И когда на территории завода уже шли бои Они продолжали выпускать боевые машины Вот танк Т-34-76 Сделанный на этом Сталинградском тракторном заводе Шел на передовую Затонул в болоте Ночью переправлялись через болото И пролежал 60 лет на боку Вот в таком положении Потом его вытащили, выкребли И он не посчастливилось с ним посидеть В какое-то время Маленькая такая башня Вот такая вот сила Два здоровых мужика сидит Накапит еще посередине Вот Значит, после 30-40 выстрелов Заряжающий, как правило, угорал Потому что то, что вылетало из снаряда Остового снаряда Выхлопные газы Пороховые газы, точнее С горящего пороха Вот, это все ему в лицо ушло Значит, и лежал бесчувственным телом На боевых глазах Стрелок-радист его называли турист Потому что у него в пулемет было ничего не видно Там дырочка маленькая Скачет вверх-вверх-вверх-вверх-вверх А радиостанция выходила из строя Через 50 километров Потому что на лампах от тряски Вот А бой вели два человека Командир, который одновременно был наводчиком Который искал цели Наводил пушку и стрелял И заряжал орудие еще Вот И поскольку в танке радио не было связи Значит, он ставил плечи На плечи механику водителя Сапогисова И давил на правое плечо Если на правое нужно ехать На левое плечо, если на левое И или бил по голове Значит, там нужно остановиться Вот Потому что с хода никто не стрелял Вот так это война замечательная Значит Вот И Потом уже Т-34-85 Сделали В котором пять человек Эдипас В котором уже много было места Вот Но И вот песня про Танк Т-34 Потому что Я считаю, что это один из символов нашего народа Которым, к сожалению, мы Мы не привыкли гордиться своими настоящими достижениями Вот, например, одно из достижений Официальная статистика Газета «Аргументы и факты» напечатала Михаил Катуков Это человек, который Гудыряна под Калугой Очень сильно полюбил Очень сильно полюбил Так что Гудыряна потом сняли С руководством Вот Да Значит Символ нашей страны Т-34 Его придумывали Как лучший танк Он такой получился Генеральный конструктор Морозов Перед войной Вы помните Он Значит Коштин, прошу прощения Коштин Это все происходило в городе Харькове Вот И чтобы показать танк Руководству Он его не стал ставить на На платформу А он проехал Из Харькова зимой до Москвы Доехал Чтобы показать руководству Что есть такой танк И он может действительно ездить Но поскольку, сами понимаете Освещения не было Ехал с открытым передним люком Заболел Простудился и умер То есть жизнь человеческая Перешла Зиновий Колобанов От которой 22 машины Желтые полтора часа Вот Это Дмитрий Лаврененко Лейтенант Который воевал Бригаде Ухатукова Вот Да И вот он приехал в Москву Заболел и умер То есть жизнь человеческая Перешла в боевую машину Извините Это не я написал Это из-за интернета Скачалось А Стереть я не смог Вот Да Значит Вот так Да И Т-34 Значит Во время войны Его делали на заводе На заводах Где не было крыши Где не было стены Были станки Делали их дети Женщины Которые ставили ящики Точили детали Вот Собирали деньги на него Всей страной Сдавали смертные свои деньги Сдавали капручальные кольца Генерал Генерал Баграмян Который тогда был Еще не маршал Просто генерал Сдал деньги на два танка Свою зарпад И после войны Этот танк Стал основным памятником Победе нашего народа В Великой Отечественной войне Поэтому я считаю Что Так же как Автомат Калашникова Который на восьми дербах С храма нарисован 38 миллионов Эземпляров Сделано Примерно Вот Так же как Ракета Семерка Которая до сих пор летает В первой мере МБР Вот Танк Т-34 Это один из символов Нашему народу Которым мы должны гордиться Без всяких ездить Без всяких но Это Произведение Дения человеческого Произведение искусства Благодаря которому Немытанное Нечесанное Плохо читающая И малообразованная Страна Победила всю Объединенную Европу Вот Причем Если мы сейчас будем Сейчас Слава Богу Мы начали свою историю Изучать по-нормальному То есть Начали восстанавливать Значит Экономику Не сразу после Гражданской войны Вы помните Да А через какое-то время еще И был период очень тяжелый Когда Было непонятно Удержится ли это власть Или будет очередной переворот Какой-нибудь Придет к власти Очередной Какой-нибудь Маршал Велик Вот Ну вот То есть Время, которое было опущено Очень маленькое За это время Наши предки Успели Священие Т-34 Это мысли Сверкающих высь О победе В любой войне И металлом Одетый смысл Что на свете Мы всех сильней Это правило Это правило Где лежит Гениальная простота И конструктора Главного жизни Перешедшая В этот танк Это холод Гулких цехов И под небо Пустым Станки Дети с бабами У станков На войне Давно Мужики И бумага И бумага Последних Рублей Припасенных На черный тень И колец Обручальных Блеск Снятых Тысячами Людей И в наушниках Заводи И прорвать Оборону Приказ Ну родимый Не подведи И до самого Пола Газ И баланс И в башню Удар И застывший Ратистов взгляд И фанерная В поле Звезда И сто Грамм Запонивших Ребят И проломанная Броня Всех Немецких Зверей Стальных И Москва В золотых Огнях Под победным Демом Страны Это щит Наш Это меч Это наша Прямая Речь Средство Выжить Народом На юм В этом Бешеном Мире Это скорость И сила Огня Это люди Сильней Чем братья Это слава Моей Страны Ты Тридцать Четыре Это слава Моей Страны Тридцать Четыре Это слава Моей Страны Это Жиз Золотой Посев На холмах Боевых Полей Это Памятнику Шоссе С Одинокой Гвоздикой В стволе Это Путь Идущих Вперед Молодых И сильных Машин Что Начало Своё Берёт Из Твоей Российской Души Это Щит Наш Это Меч Это Наша Прямая Лечь Средство Выжить Народом Моим В этом Бешеном Мире Это Скорость И сила Огня Это Люди Сильней Чем Броня Это Слава Моей Страны Т-34 Это Слава Моей Страны Т-34 Это Слава Моей Страны Т-34 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Детей нету, да? Пусть Меня ругают Мои братья Сорвали Протоник Лубой С нас Это Юра Юра Аплодисменты Пожалуйста АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот Я нашел Рассказ Про этот Самый Т-34 76 Который Проезжал Баут На нем было клевыми буквами написано снайпер сейчас на нем заменили двигатель он ездит в кубинке в музей вы знаете да вот я рад видеть ветеранов нашего танкового движения хотя правда специалисты максим коломейц ругается и говорит что они его козлы убьют потому что у него там пружина извините уже 70 лет 72 года но тем не менее вот эти танки 5 3 4 7 6 резины не хватало стекол не хватало вместо стекла ставили призму 1 3 2 который как известно под воздействием наших дождей этот со снегом кто бы мог подумать вот и песня посвящать этому самому танку 534 который приезжал в болоте потом его вытащили и сейчас он живет то есть когда я в него залез закрыл люк почувствовал запах соляки и говорю директор вов плечо исправил что у меня борис как прорубило не по-детски вот я написал то что сейчас поем сначала написал 1 2 2 извините пожалуйста неформальный лексикой но александр моисеевич городинский когда послушал оба варианта сказал что надо петь вот поэтому все вопросы к нему песня танка из болота который проезжал на боку 60 лет и остался живым меня подцепили за оба крюка расклеила веки трясина и я увидал над собой облака и ветер летящий в оси и время мое побежал опять как будто вчера заводили и снова услышал я твою мать и понял что мы победили и понял что он пожить мне еще предстоит пускай не герой-победитель пробитые немцами братья мои простите меня и поймите простите не смог показать мастерство красивой военной работы и из всей из бригады но лишь одного меня сохранила болота не сжег меня пушки немецкий расчет и тигр меня не искалечил меня не расплавил товарищ хрущев огромной мартеновской печи резон здесь конечно отыщется свой сегодняшним людям подарки вы можете запах глотнуть болевой моей краснозвездной солярки залезьте не бойтесь испачкать штаны в крови из солярочной парень почувствуйте кожи дыхание войны на чем ваши деды горели я брошенный в землю военный посев я памятник сдинувший роте и мирная техника мчит по шоссе поскольку я был в том болоте я с пушкой торчащую наискосок для вас непонятен и страшен соляркою пахнущий правда кусок истории родин раши что я уцелел экипаж виноват да наша родная природа я танк я убитый советский солдат второго военного года я танк я убитый воскресший солдат второго военного года время моего первого отделения подходит к концу еще одно посвящение танкистам которые работали раньше в музее брендом вооружение техники там был замечательный человек по фамилии мухин полковник мухин усилия на рычагах танка т-34 45 килограмм один чтобы эту машину замечательно повернуть забрали их вот как вы видите на ведерочком сбрасывается бочка солярты 200 литров и они ведром выдавали командиру танку выдавали шелковый платочек значит он держит этот платочек и вот ведерочком заливалось это все дело зимой в лютый холод в баке боевой машины дальше боекомплект 100 снарядов который приводит и у командира танка было единственное привилегии обтирать снаряды ему можно было не обтирать обтиралась экипаж вот ну и то есть они спали в наступление часа два или три потому что совершили машину же еще машину закопать вот главной частью интерьера танка вообще главной деталью был брезент которым танк закрывался сверху вот вырывалась лопатами окоп внизу вырывался вырывал щель туда стояла спичка буржуйка которая топилась кирпичами смоченными в солярте и вот экипаж значит залезал в эту щель сверху периметру забивали все это дело колышками вот и дальше заряжающего поскольку он считался сам легко работающий человек в экипаже ему назначался он назначался на руль стопняка он естественно засыпал все замерзали и все повторялось заново полковник мухин который служил на купинке имел звание полковник был настоящий танкист никогда не рассказывал где он что он делал вот но после его ухода оказалось что он воевал на ближнем востоке на наших секретных танках с 64 которые как вы знаете были сделаны в 1967 году вот и значит водил истри истрии это тяжелый танк советский усиленных чагах из 2 и насколько вести было 130 килограмм на одном из концертных ко мне дедушка подошел после наступления а боевое отделение механика водителя танка истрии позволял туда посадить человека ростом выше 160 сантиметров мы вышли из боя и сели за стол пора наступила обедать из пляжки зеленой на лимит по 100 за общую нашу победу из пляжки зеленой на лимит по 100 за общую нашу победу а первый поднялся радист наш стрелок броня говорит это главное в танке давай за броню нашу выпьем браток что все отразила балванки вторым стал наводчик и лихорастый герой рязанский парнишка василий за пушку свою нам налил по второй она наша главная сила нелегкое дело с фашистом война но все же друзья как хотите без дизеля чудики всем вам хана налил нам петрович водитель а наш командир все сидел и молчал вынимая минутам покоя и только по кружке тихонько стучал своей обожженной рукой и глядя куда-то в туманную даль вылупил заключительный выстрел давайте за главную танкодеталь за наших советских танкистов пополнуй за главную танкодеталь за наших советских танкистов ну и А в люк втекает воздуха вино И бьется синим жилком у виска Давай-ка, брат, покурим по одной И вдаль поедем смерть свою искать Давай-ка, брат, покурим по одной И вдаль поедем смерть свою искать Послушаем кузнечиков в траве Оркестр их военно-полевой Пусть погуляет ветер в голове Пока еще ты целый и живой Пусть погуляет ветер в голове Пока ты целый, трезвый и живой А впереди неведомая даль В которой растворится моя жизнь Тридцать четверки главная деталь Танкиста закопченный организм Тридцать четверки главная деталь Танкиста закопченный организм А если уж не обойтись без слов Давайте скажем правду о войне Нам с немцами пускай не повезло Им с нами не везет еще сильней Нам с немцами пускай не повезло Им с нами не везет еще сильней И машут в совет зеленые вершины И над рекой качается вода Да ты не трусь, железная машина Тебя в обиду экипаж не даст Да ты не трусь, железная машина Тебя в обиду экипаж не даст Закончите линии, я хочу песни, которая родилась внезапно В 1998 году, когда я Ну вы знаете, что в нормальных выясных коллективах Там все время празднуют бестреленно что-то Когда мы попраздновали 9 мая А потом 9 мая я вышел на дрожащих ногах утром На московский асфальт С деталей за спиной 9 мая мне очень нравится, когда много работы С утра и до поздней ночи И я увидел на асфальте, на этом, такую замечательную картину У нас там была большая, черная, красивая немецкая машина БМВ, по-моему, черного цвета Сбогу на ее замечательной, блестящей немецкой антенне Висела черно-оранжевая, едкая такая Наша гвардейская леночка Ну вы знаете, что поэты они пишут с ботунца Лучшие стихи приходят в нашу голову Потому что душа открыта Тело еще не понимает, где я нахожусь Вот, и вот пока я ехал до своего адреса Появилась вот эта строчка, которая стала песенкой Она мне почему-то нравится Потому что в ней есть что-то Что-то в ней есть Песня посвящается нам с вами И замечательной традиции носить пацаны Черно-оранжевые ленточки Потому что в Третьей мировой войне Которая, дорогие друзья, бушует в душах и умах россиян Есть отличительные черты Есть пароли, есть ефти, есть метки По которым мы отличаем своих С ними дружим и помогаем И вместе боремся за то, чтобы наши внуки, правнуки Говорили на русском языке Пели наши песни Сначала, потом уже естуды И все остальное И чтобы эта территория, за которую заплачено миллионами Десятками, сотками, миллионов жизней Людей, которые говорят по-русски И продолжала говорить о русском языке Союз простоты с красотой Текущего символ момента Над мерцом блестящий мордон Трепещет гвардейская лента Повторю Над мерцом блестящим ботом Трепещет гвардейская лента Прицепленная поутру Над круповской бешеной старью Трепещет она на ветру Пронзая столичные дамы Все вместе Трепещет она на ветру Пронзая столичные дамы Над Кайзером и БМВ Над Опелем, Тисоном, Бошем Над жизнью в столице Москве Что газ так и не укокошил Над житым в столице Москве Что газ так и не укокошил Над немцем и над москалем Таджиком, Хохлом и Евреем Над губом, Ашаном, Кремлем Гвардейская ленточка реет Над губом, Ашаном, Кремлем Гвардейская ленточка реет Пусть жизнь наша ешь твою медь То красным, то белым, то синим Фашиста никто не сумел Сумела одна лишь Россия Фашиста никто не сумел Сумела одна лишь Россия Союз простоты с красотой Текущего символ момента Над мерцем блестящим ботом Трепещет гвардейское лето Пусть жизнь Над мерцем блестящим ботом Трепещет гвардейское лето Над мерцем блестящим ботом Трепещет гвардейское лето Пусть дорог у нас с тобою Весь свердей стал наградить Ёб-со-рёб-со Знай, полковое командиры Перенес солдаты в путь Путь Аплодисменты в путь Спасибо, дорогие друзья, за ваше терпение За ваш оптимизм Вот сейчас у нас будет основная часть концерта Мы считаем, что главное настояние нашей страны, дорогие друзья Это не нефть, не газ, не Лукоил, не Газпром И даже не победа мэра Собянина, за которую я голосовал Честно могу сказать Главное достояние нашего народа Это великая душа русская Которая поет, говорит, думает По-нашему, по-своему Ничего с этим не сделаешь И Родина, конечно, не территория Это, конечно, может быть, это березки, осинки, грузди, водка Биво, нефть Биво, самоколис Нет, на самом деле мы считаем, что Родина Это те песни и стихи Это Томовский, это Чайковский, Мудрский Это Городнистый, это Андрей Газловский Это те люди, которые делают что-то такое После чего хочется делать и говорить на русском языке И работать здесь, в этой прекрасной, безумной, удивительной, неприятной стране, Россия Это есть настоящий патриотизм А не размахивание флагами, не кричит, ура, ура А вот со мной сидят люди, которые бесплатны за свои деньги Поднялись на территорию Кабарина-Балкарии Где все время постреливают так Гораздо реже, между прочим, чем в Москве Вопрос о безопасности Но, тем не менее, они приехали, поднялись И мы провели этот концерт на Сан-Городском